Как слышно? Так, замечательно. Сегодня 26 сентября. Вот только недавно у нас закончилась выставка Inotrans. Это очень важное событие для нас всех. Это уже второе участие в Inotrans. Первое было Inotrans 2016, соответственно. И этот вебинар, естественно, хотелось бы максимально передать ту атмосферу, которая там царила. Естественно, это невозможно сделать, друзья. В конце вебинара обязательно посмотрите, останьтесь. Мнение членов правления об сравнении Inotrans 2016, Inotrans 2018. И, собственно, тогда еще буквально в первые дни мы были полны эмоций. Сейчас эмоции также нас наполнили, я могу сказать, на год вперед, на годы вперед. До 2020 года точно наполнили эмоции. Но нам необходимо поработать. Сейчас планируется очень много поездок. В том числе я планирую и в Африку придется ехать. И, собственно, в Грузии у нас будет очень мощный тренинг, обучение и, соответственно, конференция. И в Литве, и вы все прекрасно знаете, насколько события, сложившиеся в Литве, буквально несколько лет назад, но это отбросило нас на многие года назад. И, собственно, строительство на тестовом участке ведется, дорогие друзья. На сегодняшний день я могу сказать только чуть больше двух с половиной лет. И за два с половиной года было продемонстрировано то, что мы с вами видим, друзья. Это действительно поражает абсолютно все умы и воображения. Это побуждает людей, которые являются крупными инвесторами, финансовыми магнатами, обращать на технологию Skyway. И, более того, сейчас мы создаем максимально, уже создан максимально удобный механизм, о котором вскользь Евгений Кудряшов говорил на нашей конференции после «Инотранса». И, собственно, сейчас мы его юридически допиливаем, доделываем. Обязательно это позволит нам уже привлекать инвестиции намного больше, чем те инвестиции, которые сейчас являются рекордными. То есть это 330 тысяч долларов от одного физического лица за один транш. И, собственно, сейчас уже маячит после «Инотранса» гораздо серьезные суммы. И, друзья, это не может абсолютно не радовать. Ну, давайте переместимся. То есть первый день мы намеренно, и это было, я считаю, прозумно, абсолютно сделано, мы присутствовали в меньшем количестве на стенде Skyway. И, собственно, присутствовала и Netta Anjana. И в основном это был день именно Skyway Invest Group, нашего дружественного фонда, который также привлекает очень успешные и активные инвестиции. Но нельзя говорить, друзья, что есть стойка Skyway Capital, либо есть стойка TRSW Systems в качестве инвест-проводящей системы, либо есть стойка Skyway Invest Group. Вот все вот эти вот дорожки, все три ручейка, большой океан, открывающий нам возможности и перспективы, инвестируя. Сегодня мы, собственно, голосуем своим активом, денежным активом за то будущее, которое мы планируем и желаем сохранить для будущих поколений. И, собственно, на Inotrans 2018, естественно, многие увидели то будущее, которое уже свершилось сегодня. Это не могло не удивлять наших коллег. Сегодняшний вебинар я построю таким образом, что будет более такая эмоциональная часть. На следующем вебинаре мы неоднократно еще будем останавливаться на Inotrans 2018, потому что нужно описать, нужно рассказать, что было на других стендах. То есть я могу сказать, что, естественно, инновация из инноваций. Это был стенд Skyway, это был высокоскоростной уже Unibus. И Unilet, это наше народное такое пробочее название, очень родное, очень приятное. Кто только как ни называл этот подвижной состав, друзья, естественно, вы можете и свой пример привести. То есть у него действительно такая очень интересная обтекаемая форма. И это неспроста было создано так, друзья, потому что это красота, рожденная именно в аэродинамике. Красота, позволяющая нам в свое время продуть именно форму в аэродинамической трубе. И тогда Анатолий Эдуардович заявлял, что мы сделали действительно эволюционный прорыв в мире высокоскоростного транспорта. И CX подвижного состава равен 0.06. То есть это, собственно, против 0.42 Bugatti Veyron, того спорткара, замечательного автомобиля, но который очень много кушает. То есть это примерно 1500 литров он кушает. Если перевод на киловатты, то 3000 киловатт. И, собственно, наш высокоскоростной подвижной состав потребляет только 8 литров на машину. Друзья, не на пассажира, а на целую машину. И вот этот концепт, это действительно очень правильная дорога. Бесконкурентная, бескомпромиссная. Это декларация нашим потенциальным конкурентам, что, друзья, в первую очередь мы думаем о транспортной услуге, максимально комфортном перемещении семей. То есть это именно семейный автомобиль. Вы же помните наверняка, что Генри Форд продемонстрировал вначале именно семейный автомобиль. И для перемещения 4-5, максимум 6 людей этот транспорт стал использоваться. Собственно, потом уже мы увидели массовое распространение и трамваев, и троллейбусов, и автобусов. Но это уже было как дополнение. Но массовый изрыв в индустрии, и, собственно, если говорить про экономику, про геополитику, сделав ценным такой ресурс, как нефть, и взвинтив просто к небесам многие арабские страны, Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты, Дубай, Абудаби, многие, соответственно, поэмираты наших текущих арабских коллег, Кувейт, Катар и многие-многие другие страны, которые обнаружили вдруг у себя эти ресурсы, собственно, вот сейчас мы декларируем, что наступает эра постепенно использования альтернативных источников энергии. Именно по этой причине наверняка Анатолий Эдуардович выбрал в качестве стратегических партнеров тех финансовых и инфраструктурных магнатов, гигантов, которые сосредоточены в том числе и на альтернативных источниках энергии, то есть солнечной и ветровой энергии. Я привел в своем выступлении, друзья, такой вот интересный факт, меня он позабавил очень сильно, то есть это конкурентные такие войны Apple и уже китайских, корейских коллег. То есть на начале продаж, во время начала продаж в некоторых городах примерно 200-300 зарядных устройств было раздано, именно Huawei, и это было совершенно бесплатно, и такая, знаете, записка, что они вам понадобятся, то есть проблемы будут с зарядкой, проблемы будут с потреблением электроэнергии, и, собственно, друзья, никаких проблем с учетом текущих наших стратегических партнеров. Многие потому что спрашивают, естественно, нужно генерировать где-то, брать электроэнергии. Мы говорили неоднократно, что Skyway, концепт вообще Skyway, который рожден гениальным инженером, конструктором Анатолио Эдуардовичем Юницким, может вообще генерировать до 70% по альтернативных источников энергии, и только 30% из этого количества будет расходоваться на инфраструктуру Skyway. И, соответственно, немножко говорил, 100, естественно, процентов, и 70% оставшиеся, их можно продавать, их можно реализовывать, их можно как-то использовать и в виде блокчейн-экономики. И я думаю, что в октябре, в ноябре мы обязательно это увидим в логике платформы, которая была продекларирована Анатолио Эдуардовичем Юницким на Экофесте. И, собственно, на одном из вебинаров, потому что огромное количество вопросов друзья задают, какие планы конкретно, что нас ожидает, я порекомендовал бы тем, кому не лень, пересмотреть, переслушать, и мы обязательно остановимся более подробно на тех декларациях, на тех утверждениях, которые Анатолий Эдуардович высказал на Экофесте 2018. И, собственно, вот это та стратегия развития, те планы, которые нисколько, друзья, не сбились. И это радует, это действительно вселяет силы и еще больше рвения работать, развивать наш проект, потому что на одном из закрытых заседаний, то есть, естественно, был вопрос от нас, как от членов правления, вообще, стоит ли говорить о каких-то именно сдвигах по планам. Анатолий Эдуардович сказал, что никаких сдвигов нет, и все, что было продекларировано, обязательно будет сделано. И это неоднократно Юницкий доказывал не словом, не только лишь словом, но и делом, результатом. То есть, одним из афоризмов именно вот инотранса 2018, результаты, которые мы видим, мировой премьеры высокоскоростного подвижного состава транспорта второго уровня по технологии Skyway, по технологии струнного транспорта, это, собственно, результат того афоризма первого, который продился на прошлом нашем вебинаре. И поставьте плюсики, кому понравился этот вебинар из кабины Юнилета. Я буду его так по-народному называть, потому что мне этот вебинар наверняка нужно пересмотреть, потому что очень много информации там было сообщено, и что-то прошло сквозь уши. Я всем рекомендую его посмотреть, потому что Анатолий Эдуардович – это редкие моменты, друзья. Это было только в 2014, когда Юницкий больше часа вещал о технологии на ранних стадиях развития краудинвестинга. Редкие моменты, когда фактически чуть больше 40 минут Анатолий Эдуардович вещал абсолютно открыто, абсолютно дружелюбно отвечает на все вопросы, я думаю, технические, которые перед кем-то стояли, кто-то желал задать, потому что технических сомнений как раз-таки в этом подвижном составе никаких абсолютно нет. То есть действительно гений изобретательской мысли создал тот подвижной состав, который призван совершить революцию. Я не люблю таких слов, как революция, поэтому скажу эволюцию в мире вообще транспортной индустрии и транспортной услуги. И одна из главных деклараций, которая делается и самим Юницким, и командой, и нами как членами правления, я думаю, что всеми фондами, это то, что все-таки мы создаем в первую очередь не какой-то конкурентный транспорт, но услугу, глобальную новую мировую услугу. Собственно, есть несколько серий, которые без технических характеристик, без каких-либо технических терминов супер понятны для каждого. То есть это максимальная безопасность, это максимальная экологичность, это максимальная доступность и максимальный комфорт. Вот эти действительно составляющие позволяют развивать наш проект на сегодняшний день без всяких граней. И, собственно, поэтому создаются и более, так скажем, прямые юридические схемы для входа крупных инвесторов, потому что, естественно, это по откликам, естественно, это по желаниям тех людей, которые присматриваются. И, друзья, некоторые новости просто шокирующие на тот момент, в хорошем смысле этого слова, были сообщены на Экофесте, как обратный выкуп компании и так далее и тому подобное. Друзья, когда это свершится, вот поверьте на слово, что-то подсказывает, как я обычно говорю, что мы сможем общаться с такими действительно матерыми финансовыми управляющими фондов и, собственно, профессиональными квалифицированными инвесторами, теми людьми, которые неоднократно запустили стартапы, целые компании, как Питер Тиль, как Ричард Брэнсон, Арманд, собственно, сейчас налаживает максимально связи с Энтони Робинсоном, то есть вначале сейчас с охранной службой, ну, собственно, быть на связи с охранной службой, это замечательно, когда можно выйти на Энтони и далее уже максимально приближать к реальности приезда на экотехнопарк в Минскую область и далее, соответственно, территорию одной из арабских стран, действительно, корифеев мировой экономики и корифеев мирового инфраструктурного бизнеса, нефтяного бизнеса, потому что, друзья, в текущей ситуации все начнут водить жалом по потенциальным инвестициям, потому что уже абсолютно не скрывая, и я на этом обязательно остановлюсь на следующих вебинарах по текущей экономической ситуации, которая пожидает потенциально, теоретически, возможно, россиян, то есть это достаточно неприятные факты, то есть сейчас господин Сечин и именно вот оплата подрядчикам Роснефти были отложены в предположение, что рубль ожидает некоторые достаточно нехорошие известия и новости, и, собственно, сроки оплаты переносятся. И мы можем говорить то, что Skyway, да, это венчурный проект, Skyway определенные риски, сопряженные с потенциальными высокими прибылями, но диверсификация и максимальное раскладывание по корзинам, то есть вот буквально сегодня тоже меня спрашивали, когда я плавал в бассейне, о тех моментах, как распределять и так далее. То есть я сказал то, что всегда я говорю всем людям, то есть максимально диверсифицируйте, то есть это, соответственно, валюта, доллары, евро и, может быть, юаня даже сейчас, это, соответственно, золото, серебро, у кого хватает таких активов, если еще больше есть лишнего, то это недвижимость, именно инвестиционная недвижимость. И, собственно, не забудьте про венчурные направления. Самое выдающееся и самое сейчас близкое к коммерциализации, на мой взгляд, венчурное направление – это проект Skyway. Тем самым на одном языке мы можем общаться, действительно, с людьми, не как-то их агрессивно привлекая в нашу действительность Skyway, но, говоря таким полуотталкивающим способом, и люди, действительно, прислушиваются, потому что многие боятся то, что инвестиции каким-то образом уплывут, сгорят. Это неоднократно было в экономике самых различных стран, друзья. Такое время. И поэтому время Skyway пришло еще в 2014 году, когда фактически сразу многотысячная аудитория поверила в проект, начала двигать в проект, но тогда ничего не было. Тогда были лишь видео госсовета, выступления перед Медведевым, выступления прошлых лет, то есть сотрудничество с Терехиным, самым крупным инвестором Skyway и по сей день одним из самых крупных инвесторов. И, собственно, это старая история Skyway, которую нельзя забывать, но с 2014 года начался совершенно новый этап краудинвестинга, который создал Анатолий Эдуардович Юницкий. И мы можем видеть подобные результаты, действительно, высококлассных по инженерной мысли подвижных составов, которые будут перемещаться, летать из стороны в сторону, из одной точки в другую по струнному рельсу. И, собственно, эта реальность в разрезе мировой экономики, в разрезе венчурных инвестиций, она абсолютно близка, друзья. Потому что, собственно, вот те 4 года, которые более 4 лет, которые уже прошли с момента начала развития краудинвестинга, они неизмеримо малы по сравнению с тем, как развивается рынок, и даже если говорить про сроки. То есть этот подвижной состав по сравнению с технологией Siemens, к примеру, да, был один из проектов, то есть Шанхай Аэропорт, но более 6 миллиардов долларов было инвестировано. Собственно, многие года были положены на то, чтобы создать ту технологию, и меньше года потребовалось для того, чтобы мужик сказал, мужик сделал. То есть этим самым сказал Анатолий Эдуардович, что то, что он говорит, всегда будет исполнено при достаточном финансировании и при соблюдении финансирования тех этапов, которые заложены. Естественно, сейчас остались считанные этапы, то есть можно по пальцам одной руки пересчитать, и это, можно сказать, крайние возможности при закрытии финансирования, чтобы войти в проект Way, но поверьте, мы сделаем все, чтобы было интересно участвовать и инвестировать, несмотря на то, что осталось всего несколько этапов в плане маркетинга, мы обязательно это проработаем. И, друзья, может быть осталось несколько этапов, но их теоретически можно подразделить и начать некий обратный отсчет. Кстати, поставьте плюсик, кто поощущает вот в рамках одного года, что осталось год, естественно, это с запасом, совершенно недолго, когда финансирование корневой компании теоретически, возможно, потенциально уже не понадобится, и корневая компания, именно вход в корневую компанию будет закрыт навсегда. Будут открыты входы, соответственно, в адресные проекты, в инвестирование каких-то новых технологий. Естественно, мы говорили неоднократно про гиперскорости, то есть это 1250 км в час, более 1000 км в час. И я больше чем уверен, что на Inotrans 2020 мы увидим уже совершенно новый концепт, и, соответственно, то, что видим сейчас мы в реально действующем машине. И вот наш Unilet поехал уже, собственно, продолжать испытания и испытывать совершенно различные нагрузки, готовиться к сертификациям, получению всех разрешающих документов на использование на строительство. И, собственно, будет бегать многие километры по территории нашего эко-технопарка. То есть это главный тестовый участок на сегодняшний день в мире по проекту Skyway. И, собственно, это реальная машина, это не прототип. Естественно, были догадки, что это, возможно, какая-то модель, моделька. И мы можем сказать, что модель, моделька была в масштабе 1 к 10. И, собственно, этот стенд был представлен. Там совершенно другой вид подвижного состава, дабы конкуренты не увели мысль или идею дизайн. И до крайнего, друзья, нам удалось сохранить в тайне, в конфиденциальности вот эту форму подвижного состава. То, когда это было представлено на Инотрансе, уже, можно сказать, мы несколько защищены. Не полностью защищены, но мы показали первые на Инотрансе 2020 такую, как многие иностранцы называли, что белорусы привезли какую-то ракету. Кто-то сравнивает с дельфинчиком, кто-то сравнивает с птицей. Если смотреть именно с вида сзади, либо спереди, без разницы, потому что фактически идентичные хвосты мы можем находить и спереди, и сзади. Это обеспечивает максимально классную аэродинамику. По коэффициенту аэродинамического сопротивления я говорил. И, собственно, достигать без потери какого-либо комфорта для пассажира, без удорожания проезда скоростей 500-600 км в час. То есть этот этап достигнут в виде юнилета на сегодняшний день. И, да, сейчас нет адресных проектов у нас реально действующих по высокоскоростному направлению. Но, друзья, опять же, то, что было продекларировано, и знали бы вы, какую цену слова Анатолий Эдуардович взял на себя, я думаю, что никто, никто из нас не взял бы такую цену слова для реализации именно связанного проекта в Арабских Эмиратах. То есть это огромнейшая цена слова, потому что начинается серьезнейшая игра, началась уже серьезнейшая игра. И, собственно, к лету мы должны продемонстрировать для шейхов одного из Эмиратов, для шейха, фактически, можно сказать, на один из праздников одного из шейхов сделать такой подарок. И, собственно, мужик сказал, мужик сделал. Тут уже никак заднюю не получится включить, и никто этого не собирается делать. Я больше чем уверен, что даже при текущем финансировании мы это обязательно сделаем, но, наблюдая ту тенденцию, которая сейчас происходит после «Инотранс-2018», я думаю, что мы сделаем и в Арабских Эмиратах, и когда закрутится в европейском направлении, а там, собственно, планируется также такой именно связанный проект, то есть это одновременно и тестовый участок, и проект, пускай и небольшой проект, я в данном случае говорю потенциально про Сан-Бернандин, территория на сегодняшний день никак не поменялась. И, собственно, я могу сказать, что сейчас краудинвестинг абсолютно настроен для реализации этих двух направлений. Это необходимо делать, и многие спрашивают, а зачем строить в Арабских Эмиратах? Собственно, это необходимо ли только для наших стратегических партнеров? Как некая отчетность, друзья, нет. Потому что в тропических регионах, в условно супер жарких регионах, в условиях пустыни никак не продемонстрировать на сегодняшний день сейчас на территории Мариной горки, потому что там совершенно другие климатические условия. И, соответственно, тестовый участок и зарождение нового мирового скайвэй-центра, мирового научного центра, научно-исследовательского центра технологий скайвэй, именно в одном из Эмиратов. И мы неоднократно говорили то, что на огромнейшую сумму была выделена земля. То есть это фактически в центре города, в центре одной пистолицы одного из Эмиратов. Я намеренно сейчас, естественно, кто-то догадывается, кто-то наверняка знает, но я не имею права говорить открыто эту информацию, потому что она имеет некую конфиденциальность. Естественно, все понимают, куда отправился Анатолий Эдуардович непосредственно с корабля на бал. Сразу с «Инотранс-2018» в крайний день Анатолий Эдуардович после 12 часов отчалил уже на бизнес-встречу, в командировку с Павлом Скойбидо и, собственно, с делегацией для проведения серьезнейшей уже, не переговоров могу сказать, но конкретной, планомерной работы. И мы с нетерпением ожидаем с вами, дамы и господа, когда будет вбит первый колышек, так условно скажем, первый стоп установлен, возможно, пограждений на новом уже связанном проекте на территории арабских стран. Это будет для нас не то что праздник, это будет для нас посыл к еще более мощному действию. Потому что, друзья, я рекомендую вспомнить тот, кто сомневается в актуальности той фразы «мужик сказал, мужик сделал», вернуться немножко в 2000, даже не 2014 год, а 2,5 года назад, когда только начались геодезические исследования, когда, собственно, на территории бурьяна, заросшего, бывшего танкового полигона, родилось научное и будущее экономическое чудо. Это действительно чудо как и краудинвестинга, так и инженерной мысли. И в конце вебинара по дни из инвесторов наши соединили все виды подвижных составов, фактически, которые представлены на территории производственных площадей Skyway Technologies Companies и также, собственно, уже вовсю бегающие, вовсю летающие на втором уровне на территории экотехнопарка. То есть это действительно поражает. Это доказывает сотни раз, что мужик сказал и мужик действительно сделал. То, что Анатолий Эдуардович нам декларировал еще в 2014 году, что мы создаем самый крупный бизнес на Земле в истории человечества. И то, что сегодня мы с вами инвестируем, может именно создать огромнейшие потенциальные прибыли, но которые, я повторюсь, сопряжены с высокими рисками. И, друзья, мало было представить высокоскоростной подвижной состав непосредственно на выставке и на транс. Представьте, что мы бы его представили без той поддержки наших стратегических партнеров. А, естественно, Симонс, Дежави, Хитачи и, собственно, также и наши фуникулер, конкуренты, наши партнеры, я как называю, транспорта второго уровня, туристического назначения, они также не дуют в ус абсолютно и следят, наблюдают, пытаются узнать инсайдерскую информацию, не исключая, что и через нашу систему краудинвестинга как-то стараются это сделать. Но, собственно, сейчас мы в абсолютно равных весовых категориях, потому что обзавелись до и на транс-2018 такими серьезными арабскими партнерами и, я бы сказал, арабско-индускими партнерами. То есть это сразу авторитет и рейтинг, и вес в разных направлениях и на территории Азии, и на территории Арабских Эмиратов. И многие спрашивают по поводу, постановились или нет направления в Австралии, в Индонезии, в Индии. Друзья, нет, не остановились. Собственно, сейчас фокус просто-напросто сместился на Арабские Эмираты, потому что о той цене слова, которая была поставлена на кон Анатолио Эдуардовичем Юницким, а я могу сказать, что на кон было поставлено много. Это судьба целой будущей корпорации, это, собственно, судьба максимально быстрого принятия технологий и начала ее бурной коммерциализации, потому что, как говорят, после строительства тестового участка на территории арабских стран сразу верениться и пойдет действительно множество адресных проектов. Сейчас не имеет смысла говорить, какие это города, какие это новые, возможно, искусственные острова. И бизнес линейных городов также очень интересен нашим арабским партнерам, потому что это крайне интересное направление, крайне высокоприбыльное направление, если говорить про выстраивание в рамках мировой экономики. И, собственно, вы знаете, что сейчас за такое первенство борются несколько таких вот геополитических групп, стран. Это, соответственно, США, естественно, ПЭТа-Китай, ПЭТа-странные БРИКС. И я могу сказать, что арабский мир также желает в этом поучаствовать. И с помощью технологии Skyway будут абсолютно шансы в какой-то мере, может быть, не выступить на первый пьедестал, но потягаться с такими корифеями и гигантами мировой экономики. Ну а мы, друзья, со всеми рады сотрудничать. Тот, кто слышит о технологии Skyway, тот, кто понимает. И, собственно, я могу сказать, что так же, как раньше, побнять, например, Юнибайк, уже обнять высокоскоростной подвижной состав, только хвост можно побнять Битт Анатолий Эдуардович, действительно, как отец этого дитя. Это наше совместное все с вами дитя, друзья. Юни-Лед, так по-народному его будем называть. Естественно, это Юнибус высокоскоростной по спецификации. Очень многие обращали внимание именно на технические характеристики. У нас был очень классный стенд, друзья, высочайшего мирового уровня. Намного больше, чем на Инотрансе 2016. Плюс был выставлен 18-местный Юникар, городской пассажирский транспорт, уже испытанный и пробегавший тысячи километров по территории Эко-технопарка. И, собственно, который перевез уже так же тысячи пассажиров 4 августа на Экофесте. Это ли не испытание для будущего городского пассажирского транспорта. И, собственно, вот на территории стенда были представлены все технические основные характеристики. Я видел неоднократно, что люди, руководители корпорации постанавливались и просто подвисали. Просто читали эти технические характеристики. И результатом работы, несмотря на то, что было просто огромное обилие инвесторов, друзья, как обычно на наших стендах, на выставках тех, кто поддерживает проект Skyway, я думаю, что на следующей выставке нужно уже вводить какие-то бейджики, какие-то цвета, чтобы определять все-таки наших инвесторов и говорить проходящим мимо делегациям, что вот люди с бейджиками, это, собственно, наши активные инвесторы, партнеры и, собственно, те, кто уже инициирует адресные проекты, ну, каким-то образом, так скажем, юлить несколько и чтобы уже среди этого обилия действительно людей видеть и ощущать интерес от потенциальных делегаций. Но я могу сказать, из тысячи визиток головной компании, которые были распечатаны на инотранс, намеренно не давала ни Анастасия, ни Андрей, ни другие работники стенда. Я в этот раз не работал на стенде именно в качестве экспонента и в качестве того, кто рассказывает без перерыва про технологию. Я был немножко уже в стороне с инвесторами, с нашими партнерами, общался по поводу и потенциальных адресных проектов и с различными представителями самых различных стран. Представители Skyway Invest Group уже работали, собственно, сменили наш штаб, так скажем, на прошедших уже выставках в Дели, в Джакарте, в Бангкоке, когда я, Арманд, когда, собственно, многие люди работали на выставках. Сергей Анатольевич Сибиряков просто с утра до ночи работал на выставках, наверное, больше всех понимает ту технологию, которая сейчас рождается и приобретает очертания коммерциализации. В результатом, друзья, это счастье и радость, как к нам присоединяются те инженеры, конструктора и специалисты высочайшего уровня дела, которые раньше прозвивали такие направления, например, как E-мобиль. И, собственно, сейчас уже полностью самореализуется в управлении процессами для того, чтобы без сдвига сроков показать высочайшего, сложнейшего уровня подвижной состав. По сложности можно сравнить подвижной состав, естественно, с авиацией, естественно, с современным самолетом. Но если говорить, друзья, по затратам топлива, то неоднократно мы останавливались на том, что, собственно, 8 литров всего лишь потребляет... на 8 литров потребляет вся машина на 100 километров. И если говорить про робус, про Боинг, примерно 3-4 тонны на 100 километров потребляет эта машина. То есть 8 литров на машину и такое погромное количество топлива. Ну, естественно, методом совершенно простейшей арифметики, совершенно простейших вычислений можно прийти к выводу, что и 40, и 50 пассажирский юнилёт будет потреблять намного меньшее количество топлива, чем современная авиация. И, друзья, можно по-разному оценивать, сейчас вступили ли мы на конкурентный рынок и являемся ли мы конкурентами. Антолий Эдуардович, без всяких страхов и каких-либо сомнений, была тоже такая история на выставке, что подходят представители одной из железных дорог, одной из европейских стран и говорят, что так и так, желаем сотрудничать, мы с вами партнёры. На что Антолий Эдуардович говорит с улыбкой, действительно, с открытой улыбкой. Это, знаете, как я могу сказать, Кутузов в своё время говорил, иду на вы. Также Антолий Эдуардович в лицо потенциальным конкурентам говорит, что мы с вами, мы с вами не партнёры и никогда не будем партнёрами. Стоит понимать, что мы с вами конкуренты. И, друзья, говоря такие слова, наверняка Анатолий Эдуардович просчитал максимально стратегию развития. Наверняка он понимает, что при реализации декларации для арабской страны, какой маховик развития нас ожидает, постоянно раскручивающийся с каждым адресным проектом. И Анатолий Эдуардович осознаёт, что гарантом ответственности исполнения прибыльности, обязательств, которые сейчас выдаёт головная компания, собственно, выступает в первую очередь только он. Но, друзья, это было раньше. Сейчас я могу сказать, и это огромная удача для проекта SkyWay. Вот, собственно, уже многие месяцы назад к проекту присоединился высочайшего уровня дипломат, специалист, переговорщик, стратег, человек, разбирающийся, как в экономике, человек, способный выбить скидки, начиная от стоимости автомобиля, заканчивая, и каких-то первоначальных оплат, от исследований на территории парабских стран, и заканчивает непосредственно уже многомиллионными скидками при обсуждении выгоды для головной компании именно от конкретных адресных проектов. Это Павел Скойбеда. Это действительно специалист высочайшего уровня, который присоединился к нашему проекту. И всё течёт, всё изменяется. Много очень вопросов задают по поводу Виктора Бабурина. Я на эти вопросы, друзья, отвечаю всегда так, что за других людей я не имею права говорить, но подназначено могу сказать, что проект SkyWay настолько быстро развивается, что иногда Юницкому приходится делать очень жёсткие решения, и правильное это решение, либо это были немножко несвоевременные решения. Думать некогда, потому что нужно принимать решения очень быстро и фактически молниеносно, что Анатолий Эдуардович и делает вовремя, держа в голове, естественно, общий вектор развития и принимает некие решения. Сейчас я могу сказать всем арабским направлением занимается Павел Скойбеда. И, собственно, неоднократно, друзья, я ждал этой фразы, и я действительно... У меня были вопросы по поводу начала строительства, по поводу того, будет это позиционироваться в открытом режиме или нет. Павел Скойбеда действительно стёр все какие-то хотя бы маломальские, не то что сомнения, а вопросы, потому что сомнений при текущем этапе развития у нас не может быть. Это то, что для Skyway наступают золотые... Друзья, я могу назвать это афоризмом номер 2 выставки Иннотранс 2018 для всех инвесторов и для всех людей, кто поддерживает проект Skyway, кто поддерживал до новейшей истории развития. Потому что он сообщил, что вы не представляете, в какое время вы сейчас входите. И, собственно, друзья, это не мудрено. Потому что то, что было в компьютерной графике продемонстрировано, то, что держалось в строжайшем секрете и, собственно, только не многочисленные делегации, совсем некоторые люди, малое количество людей могли видеть очертания высокоскоростного подвижного состава, когда происходила экскурсия непосредственно по территории производственных площадей Skyway Technologies. Друзья, я могу сказать, те, кто видел, не проболтался и информация не уплыла. Это говорит о правильно выбранных делегациях в составе делегации, потому что, естественно, это можно было как-то перекупить информацию, как-то выпытать. Друзья, не утекло. И я могу сказать, что в этом наша сила сохранения максимальной секретности и создания одновременно вау-эффекта. Но основной вау-эффект, друзья, что я могу с какой-то птицей сравнить с ястребом, таким вот, именно с клювом ястреба, именно вот наш высокоскоростной подвижной состав, что было продемонстрировано в виде компьютерной графики и то, что мы увидели уже в реальном воплощении, в реальной сложнейшей машине и, собственно, закрылки в том числе и открываются, закрываются для торможения. Но это происходит намного более эффективно, чем современные авиации. Это происходит при использовании современных альтернативных источников энергии. Проблем с получением, пока что, если не вырабатываем сами, а будем вырабатывать и будем вырабатывать много и солнечной, и ветровой энергии, вы видели неоднократно, что у нас есть комбинированные станции с солнечными батареями, с ветряками и моделей ветряков солнечной батареи будет очень много. но пока у нас такой возможности на ранних шагах плавной, но уверенной поступью по адресным проектам нет. Мы максимально уверены в активах и в ресурсах наших стратегических партнеров. И, собственно, я с нетерпением ожидаю той блокчейн-платформы, которая будет запущена. Собственно, мы неоднократно проштудируем, потому что всем, как обычно, лень посмотреть. Я бы вообще, друзья, рекомендовал посмотрите 8 часов вот этой записи ПК-феста 2018, кто только присоединяется к проекту Skyway. Друзья, сбросьте, не стесняйтесь эти ссылки, потому что сейчас, естественно, мне будет сложно найти. и осознайте, погрузитесь в ту атмосферу, которая сейчас уже царит на территории тестового участка нашего экотехнопарка в Мариной Горке на улице Звездный Путь. Друзья, это действительно такой звездный путь сквозь тернии к звездам. Проходим мы некоторые тернии, проходим мы некоторые недопонимания, но, друзья, уже вот, собственно, и в Литве будет конференция такая глобальная, масштабная и, собственно, многие, в том числе, суды мы выигрываем и в плане развития краудинвестинговой системы, то есть, есть вопросы некоторые регуляторов. Недавно очень серьезный паспект был подтвержден и, собственно, выигран, я думаю, что Владимир Маслов об этом подробнее расскажет на территории австрийских стран, австрийской страны. Это очень серьезные доказательства правомощности развития нашей технологии, что я не могу сказать о многих проектах, которые сейчас многие сосками лезли, многие приближают и те проекты, которые запустились в 2014 году, те инновации, вы помните тот автобус, удивительно неуклюжий и погромный, китайская венчурная разработка, под которым должны были перемещаться автомобили, естественно, трамвай, естественно, троллейбусы, сейчас он просто пылится в ангаре, стоит поднять историю, собственно, может быть, уже был перевезен из ангара, выполните венчурный проект, который вложили миллиарды, крупные инвесторы, Элизабет Колмс, то есть сейчас, насколько я знаю, идут очень серьезные судебные тяжбы, я говорю только про венчурное направление, вы помните проект SkyTrend, который позиционировался, что более полутора лет назад уже начнется строительство на территории одного из израильских городков и на территории столицы Израиля, что произошло сейчас, мы ничего не видим, вы помните Матрина PRT, которые позиционировали как именно концепт такой гондолы по автоматизированной передвижной, а собственно проект SkyWay доказывает делом, что мужик сказал, мужик сделал, и этой стратегии следует вся компания и вся краудинвестинговая система. Друзья, мы не сеть, мы система, работающая по четко слаженному плану стратегии и являющаяся бесперебойным механизмом. Что может сейчас перебить этот механизм? Друзья, я могу только предположить, естественно, есть риски, естественно, есть факторы, естественно, ничто не убирает венчурность нашего проекта, но, друзья, цепь становится наиболее прочной день ото дня и неделя от недели. Собственно, сейчас, в ближайшее время, мы ожидаем новостей и с каждым вебинаром. Я могу сказать, что вебинары по средам, которые проходят, они сейчас будут проходить где-то два раза в месяц, потому что, ну, действительно, нам очень много сейчас предстоит перемещаться, то есть очень мощно мы будем запускать. кстати, друзья, вдумайтесь, вроде как индийское направление сейчас отложено несколько в сторону, но не приостановилось, и таким образом мы имеем возможность сейчас бурно начать развивать индийское направление, что и будем делать. Будет на азиатском пространстве сделан ряд очень серьезных конференций, и, собственно, мы будем максимально уже активно развиваться и на территории Индии, чего ранее сделать было нельзя. И уже в завершении своего монолога сегодняшнего, друзья, я могу сказать, что на стенде было, как я сказал, свое мнение, жарко, горячо и было просто пекло, потому количество людей, которые посетили наш стенд, ну, собственно, может было счетчик даже какой-то электронный, если установить, мы бы установили рекорд. Естественно, кто-то говорит, что это только инвесторы, не было серьезных делегаций, но, друзья, я с этим поспорю. Сбросьте, коллеги, те выступления Кирилла Бадулина по результатам выставки на следующем вебинаре, я обязательно остановлюсь на этом более подробно, потому что делегации были, договора были подписаны, меморандумы о сотрудничестве, были подписаны письма о намерениях с закрытым финансовым группам. Собственно, я уж не говорю про количество просмотров тех роликов, которые делали лидеры, активисты движения Skyway разных фондов, это просто десятки тысяч просмотров только на одной странице и, собственно, дрипосты говорят уже сами за себя, огромное количество людей просмотрели. Нам, друзья, сейчас не представляется возможности, Анатолий Эдуардович говорил об этом в интервью, как-то рекламироваться грандиозно по телевидению, да и не хотим мы этого делать, потому что говорят за себя вот те технические характеристики, которые вы видите над ЮниЛетом. Мы не можем сейчас ходить в какие-то тренды YouTube, как вирус, в положительном смысле этого слова, потому что взяты определенные обязательства исполнить и создать и чтобы действительно золотые времена наступили, о которых неоднократно повторил Павел Скобида на выставке и на Транс 2018 и реализовать технологию Skyway в направлении. Тогда я даже не представляю, какой бум и пиар в масс-медиа пространстве начнется и мы это все с вами, друзья, увидим. Возможно, тогда и не будет уже возможности войти в головную компанию в качестве инвестора, но обязательно мы, как члены правления, уже можем сказать, это наша обязанность для того, чтобы подготовить почву для входа в адресные проекты, для реализации направлений и привлечения инвестиций в новые технологии Юницкого и, собственно, тех векторов, которые будет задавать головная компания. Очень скоро мы узнаем мнение головной компании об необходимости либо, наоборот, полная фокусировка на Арабских Эмиратах и на Европу пока не отвлекаемся по Сан-Бернандино, то есть сейчас, как мы говорили, готовится бизнес-план и он будет защищаться у головной компании непосредственно Анатолия Эдуардовича Юницкого. Я могу сказать, что сейчас Кирилл Бадулин, руководитель департамента адресных проектов, многим просто не отвечает на имейл, не потому, что нет желания какого-то. Можно поставить автоответ, друзья, но это будет неправильно, потому что огромное количество заявок по адресным проектам сваливается в почту, но полная фокусировка на арабском направлении, потому что все, что было продекларировано на инотрансе 2018 в ходе именно таких вот приватных бесед, это было сказано на экофесте 2018 Анатолию Эдуардовичем Юницким. И нисколько сроки не сдвигаются, я намеренно переспрашивал, то есть, чтобы держать в курсе и в первую очередь нас как членов правления, передачи этой информации и оповещения всех инвесторов и передачи всем, друзья, потому что то, что свершилось, это наш общий праздник, это действительно событие, это действительно показывает и доказывает то, что было и то, что стало, то, что было из визуализации, из договоров сейчас превращается в реальные рабочие машины мирового уровня, прорывные, на которые Анатолий Эдуардович уже не стесняется и боится говорить, что мы с вами уже не партнеры, мы с вами конкуренты. И собственно, это говорит о многом, потому что естественно Анатолий Эдуардович сто раз подумает в голове перед тем, как что-то сказать. И то, что у нас происходило с онлайнером, то, что и во время инотранса пытались пролить грязью, это не останется безнаказанным. И, друзья, что я могу передать Анатолию Эдуардовичу, не стоит бояться, когда нас поливает грязью, когда мы собственно сейчас уже на таком этапе реального воплощения, реальной демонстрации, мировой презентации подвижного состава, высокоскоростного подвижного состава. И собственно Юникар 18-местный, о котором мы обязательно поведаем на следующих комбинарах, на встречах, на конференциях, он уже работал, я могу сказать действительно, работал как человек, это транспортный андроид на улице в Духоте, собственно многие представители головной компании работали в Берлине, было жарко, как обычно на конференции после инотранса у нас начался дождь, а во время конференции светило солнце, я могу сказать вечером даже пошел снег в Берлине, именно такой мокрый мелкий снег, мы на свет от автомобиля посмотрели, действительно что ли это мелкий мокрый снег, друзья, действительно, но во время конференции светило солнце, выглянуло солнце ночью до конференции лил дождь, это, друзья, я могу сказать, что то место, куда приходят люди, объединенные глобальные идеи Юницкого и вообще объединенные идеи реализации транспорта, которые позволят сохранить планету для будущих поколений, это говорит о том, что влияет на уровни квантовой, наверное, физики даже на погоду, то есть это повторялось неоднократно, друзья, и вновь повторилось, и, как говорится, и вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди, как пелось в перепевке, все ее, конечно же, из нас с вами знают продолжение, вы видите эту картинку, которая показывает текущую ситуацию сейчас на зеленую, на светлую сторону, я надеюсь искренне, что к нам перешли окончательно арабская сторона, я надеюсь искренне, что у них нет каких-либо своих таких скрытых планов, которые не видит на сегодняшний день Юницкий, не видит, не осознает, не подсказывает Юницкому Павел Скорбеда, потому что собственно вот ответственность сейчас лежит по стратегии развития, естественно на головной компании, на Анатоле Эдуардовича Юницком, на Павле Скорбеда за арабское направление, тот, кто разрабатывает блокчейн направление, мы начали этот процесс делать в качестве криптоэнтузиастов и дошли до определенного этапа, передали наработки, сейчас по блокчейн направлению соответственно ответственность лежит, но она с вами друзья ответственность это развитие проекта, это его реклама, пока у нас нет возможности выходить в тренды Ютуб, пиариться в виде телевизионной дорогостоящей рекламы, максимально рассказывать по проекте Skyway тем людям, которые желают вписаться в нашу систему, я повторю, систему, а не сеть, то есть это краудинвестинговая система, это нечто более новое, которое позволило создать нам то обилие подвижных составов, которые вы видите на картинке, друзья, и это просто обилие технологий, это просто рассвет и это технологии, инновационный транспорт с самых различных ракурсов, начиная от транспорта второго уровня, заканчивая уже, заканчивая тут даже неправильное слово, завершая и предвосхищая новые разработки уже для людей с ограниченными возможностями, потому что мы с вами собираемся сохранить планету для будущих поколений абсолютно всех категорий людей, абсолютно всех национальностей, абсолютно всех стран, потому что каждый день мы строим SkyWay, спасаем планету и даем дорогу в мир транснету. Друзья, вот такой вот вебинар, я постарался минимум технических характеристик вам давать, потому что только факты про адресные проекты, про делегации, даже буквально вкратце я пробежался, готов ответить на ваши вопросы, если таковые имеются, ну а я рекомендую впитать энергию от этого вебинара, останьтесь обязательно, потому что сейчас я включу видеоролик по поводу мнения членов правления SkyWay Capital, то есть каждый высказал свою эмоцию, свою возможность, свое ощущение того, что мы увидели на Inotrans 2016, что мы увидели сейчас на Inotrans 2018, это неподдельные эмоции, которые подкреплены конкретной стратегией, конкретными расчетами и конкретными фактами, которые предоставляет и декларирует нам головная компания. Чего, повторюсь, не скажешь о многих проектах, которые запустились как венчурные направления, так и не говорю уже про различные MLM проекты, подкрепленные либо криптовалютой, подкрепленные либо какими-то блокчейн типа технологиями. Многие сейчас переживают фазу бурного роста, потому что естественно в свете текущей экономической ситуации народ ищет куда инвестировать, как спастись, где обрести народный экономический ковчег. Но одним из выходов, который не гарантированный, также который является венчурным, это наш международный глобальный интернациональный экономический ковчег. И собственно доказательством этому является то, что мы увидели на конференции на транс абсолютно спонтанной, то есть мы где-то за месяц собрали аудиторию чуть больше месяца висело оповещение больше 350 людей, то есть это те люди, которые пришли послушать уже выступления спикеров, я там в том числе выступал и все члены правления, и Кирилл Бадуллин выступил о результатах выставки инотранс и что нас ожидает в будущем. Ну а в будущем наступают золотые времена, цитата уже классика Павла Скобина. Строй Skyway, спасай планету, друзья. Вопросы? Вопросы? Так, так, так. Вопросов почему-то нет. Блокчейн платформы ожидаем, друзья. Я намеренно обязательно составлю тезис выступления Анатолия Эдуардовича Юницкого, точнее составит наш именно тезисомейкер, человек, который умеет кратко излагать мысль того, что было сказано долго и собственно мы это все озвучим, чтобы у всех на устах и у всех в умах это было. Фермерское направление Анатолия Юницкого собственно это вопрос головной компании и все, что будет продекларировано головной компанией, имеем мы к этому отношение или нет, имеет смысл. Я про это не имею права говорить, потому что точную информацию предоставить вам не могу. Как вы заметили, я стараюсь говорить только факты и только реальную действительность. По поводу обратного выкупа тоже собственно работа над этим ведется и Анатолий Эдуардович от этого не отказался, но естественно этому должны предшествовать некие факторы, в том числе начало работы по арабским странам. Итак, друзья, до скорых встреч на следующих вебинарах. Счастливо! А теперь мнение всех членов правления видео. Счастливо! 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 Продолжение следует...